Евгений Осиновский, возглавивший после парламентских выборов внутреннюю оппозицию и в итоге в мае занявший пост лидера социал-демократов, изначально говорил о кардинальном изменении коалиционного соглашения. По мнению молодого лидера, бывший председатель, министр обороны Свиндмиксер, сделал слишком много уступок, заключая договор, что вызвало недовольство многих партийных деятелей. Однако Осиновский сразу же после своего избрания сообщил, что все решения, принятые правительством ранее, будут воплощены в жизнь. Поэтому парламент при поддержке САЦДЭМов одобрил скандальное повышение акции за натупливо, табак и алкоголь, повышение налогособорота для гостиничных хозяйств. Сейчас же до 17 июля мнения однопартийцев собираются по трем основным темам. Я со своей стороны выделил три важных момента, три главных проблемы на сегодняшний день в эстонском обществе, которые требуют более амбициозных решений этого правительства. Во-первых, это вопрос более активной региональной политики для того, чтобы приостановить региональное расслоение, которое мы за последние 20 лет наблюдаем. Во-вторых, это вопрос экономического роста, нового импульса для экономического развития, в том числе и с помощью, конечно же, налоговых мер. И третий вопрос касается более демократичного управления государством. Это так называемые предложения Народного собрания. 20 июля правление социал-демократов проведет собрание, чтобы обсудить предложение и определить свою позицию. Хотя ранее создавалось впечатление, что председатель партии Евгений Осиновский отлично осознает, какие именно изменения нужно внести в договор. Сам же он инициированный сбор идей называет демократическим процессом, способным учесть мнение рядовых членов партии. Конечно же, сбор идей не означает, что в социал-демократической партии нет конкретного понятия о разных вопросах. Но все же, поскольку этот процесс настолько важен для всей страны, но и для социал-демократов, то, конечно же, логично, что в этом процессе участвуют все региональные отделения, то есть, чтобы у каждого члена партии была возможность все же высказать свою точку зрения. Что же касается коалиционных партнеров, то также недавно избранный председателем своей партии. Член Союза Отечества и Республика Маргус Цахна заявил, что готов к переговорам. Свою готовность подтверждал ранее и премьер-министр, лидер реформистов Тави Рейвес. На данный момент это делает за него пресс-секретарь партии реформ Мартин Кук, заявивший, что хорошие идеи всегда нужно обсуждать. Однако в этом вопросе главное, чтобы понятия о хорошем совпадали у всех сторон, чего ранее не наблюдалось. В любом случае, по словам лидера Сацдемов, все принятые изменения коснутся в лучшем случае 2017 года, ведь на сегодня всеважнейшие решения уже приняты, осталось лишь сверстать проект госбюджета на 2016 год.